привет-привет хотела сейчас поболтать о книжке которую я недавно взяла библиотеки в посольской библиотеке кстати самая крутая библиотека в которой я когда-нибудь в своей жизни была такие такая старая историческая там куча все время туристов тоже шляется с камерами и все остальное что наверное вот это немножко раздражает но как-то они шляются не по тому месту где книжки стоят все равно там ничего интересного нету но заходишь на такая большая мраморная лестница львы мраморные стоят ну короче очень круто так что если когда-нибудь будете в бостоне заходите посмотреть мне очень понравилось и я очень туда люблю ходить плюс там еще такое кафе есть в моем детстве такую еду в кафе особенно в библиотеке не подавали я заказала себе съемку сошла ну совсем с голоду умирала я что-то туда побежала еще ничего не ела весь день мне очень надо было перекусить цена думаю ну цена довольно дорогая там это да сейчас даду какой-нибудь маленький кусочек мне там вот такой громадный сэндвич еще ужасно вкусный то еще с каким-то ужасно вкусным чаем короче я уже себе решила что каждый раз когда я буду туда ходить я буду заходить в кафе это будет как бы мой для себя подарок ладно пошли в библиотеку и одна из книжек которые я взяла это была вот так вот мудрости автор алханон голдберг сейчас посмотрю в каком году она выпустили потому что я да она была выпущена в 2007 году что я могу сказать об этой книжке вот я очень люблю журналисты и автора она в британии живет я очень много сейчас вот по youtube слушаю и она что-то в одном из интервью сказала что в библиотеке она как бы образование говорит что она всегда говорит я свое образование получила в библиотеке потому что она много читала я говорю в библиотеке это самый раз брать книги потому что так как это бесплатно и тебе не надо за это платить ты возьмешь любую книгу просто так а может понравится я вот не помню что пришло первое яйцо или курица я взяла эту книжку а потом послушала ее интервью или посушу себя ты не просто взяла книжку потому что решила что она права во всяком случае что книжку можно взять любой кажется я взяла книжку сначала и начал ее читать а потом послушало интервью но меня это как-то составило ее дочитать ну что книжка такая довольно не из тех которую я обычно бы взяла обычно я беру такие всякие детективчики и фикшен и как бы просто которую ну достоевского тоже читаю но вот такие вот объяснения мозга книжки я обычно как бы не беру я об этом лучше послушаю будет понятнее когда мне кто-нибудь объяснит нормальным русским или английским языком и опишет это все в нормальном таком ну мне книжка с одной стороны понравилась другой стороны не сильно да она меня чему-то научила в этой книжке вот если вы знаете как построен уже мозг или вообще имеете какое-то представление об этом хотя я могу сказать что я биологический кретин по биологии я кретин я ничего не понимаю если я начинаю вот биологию для меня это очень тяжело поэтому даже то что проходили в школе я не то что не помню я это никогда не понимал но вот если мне так объяснить в каком-то предмете который мне интересен например когда я пошла на кисмотолога и мне объяснили как мускулы или как кожа вообще соединяется и как это относится к моему ремеслу вот тогда для меня это стало понятно или у меня учительница тогда такая хорошая была что она мне так объяснила что до меня дошло или вместе взятая да ну короче много из этой книжки которую я прочитала я много не поняла и этот голдберг он вообще-то эмигрировал в америку еще в советские времена советского союза времена и поэтому эта книжка вышла на английском языке потому что он уже давно в нью-йорке живет и работает и он как бы и написал на английском языке а потом уже кто-то ее там перевел на русский поэтому я даже подумал может мне найти ее на английском языке потому что она по идее довольно интересная там есть много чего я не знала и о чем бы я хотела побольше узнать но может быть мне просто были непонятны некоторые слова потому что опять же я как-то проходила школу и украине проходила школу в америке поэтому может быть мне просто вот я про мозг сильно не читаю опять же поэтому некоторые слова мне просто были непонятны поэтому вот если я найду ее на английском языке и его обязательно возьму обязательно перечитаю и как-то из двух языков уже сложу общую такую информацию а конец мне не понравился вот эта книжка как бы слабоумие и как не дойти до такого там болезни алазамира как свой мозг сохранить годами и когда-то уже начинаю стареть чтобы не тронуться умом и не превратиться в каком-нибудь такой слабоумного в дедушку или бабушку который вот сам не знаю что он делает и с одной стороны ничего такого нового не узнала короче книжка ведется к тому что вот надо просто использовать свой мозг надо учиться чему-то новому все время надо его тренировать так же самое как вы тренируете свои мускулы понятно что вы тренируете свои мускулы и это как бы уже мы все на этом помешаны да давайте там хорошо есть заниматься спортом и тогда мы будем жить дольше и такой же принцип он предлагает как-то к мозгу но мне кажется я вот не знаю может я такая умная но я такую умность я не считаю мне кажется это уже езжу понятно уже сколько лет или вообще-то я об этом не слышала я как-то это сама думала ну наверно надо это как-то уже так элементарно но оказывается это не элементарно и получается что все к чему он вел он рассказывает про мозг он рассказывает как мозг работает это было довольно интересно хотя некоторые из вещей я как-то не поняла сильно темен и все такое слова некоторые ну он там представляет картинки так что легче понять в конце мне показалось что это какая-то реклама вот на его как бы бизнес потому что ладно он говорит всю книгу надо мозг тренировать надо его работать надо его использовать хорошо замечательно а потом он приходит к такому вот а у нас есть в моей клинике там программа и вот люди которые уже начинают забыл начинать забывать что-нибудь или еще что-то они приходят у нас есть программа и мы помогаем тренировать мозг так себе читают думаю замечательно а что в этой программе ну хотелось бы как-то узнать какие тесты они дают или какие вот эти вот он сказал что это тесты головоломки такие игры головоломки ну просто как-то хотелось немножко больше об этом узнать потому что такое было впечатление что чувак написал книжку вот подвел к всему этому а потом чтобы узнать какие вот головоломки он дает эти игры компьютерные игры головоломки он дает этим людям надо пойти записаться к нему клинику может я не права об этом еще надо подумать может быть я уже решу себе дальше что это не так но мне показалось что так как он об этом говорил что вот эти вот игры головоломки это как бы ну масса ли приложение которое вышло которое я уже давно хочу себе скачать но как-то не хочется или времени нету или просто не хочется сейчас это скачивать и им платить каждый месяц так я об этом уже давно говорю я даже тест этот лайт сделала как бы который я скачала чтобы посмотреть как оно вообще работает еще что вот застряло в моей голове из этой всей книжки наверное вот так знаешь что книжка произвела на тебя какое-нибудь впечатление да а что застряло в голове после того как ты ее прочитала вот я читала ее читала ее хотя меня это заняло довольно долго потому что ну это все таки не какой-то там захватывающий детектив где ты хочешь угнать ее убийцу или что-то еще такое и так как было ее немножко тяжело для меня читать потому что я так как-то некоторые слова просто не понимала это был долгий такой процесс еще у меня застряло в голове вот что я точно не знала потому что я до сих пор считала и он говорит что обычная публика и до сих пор это считает потому что как бы занимает годы чтобы вот как бы кто-то сделать эксперимент и они узнали вот это какой-то вещи а потом это занимает несколько лет чтобы эта информация просочилась как бы в публику да в остальном ну как бы все мы узнали об этом это стала публичная информация да в этом мы чтоб все об этом знали я до сих пор думала что вот и правда что левая сторона мозга это креативная сторона мозга правая сторона мозга это более такая аналистичная, или там как это было, левая сторона аналистичная и правая сторона аналистичная, мне кажется, что это была левая сторона креатив, а правая сторона аналитика, и все так говорили, поэтому я тоже так до сих пор думала, я даже помню, как с кем-то разговаривала по поводу этой темы несколько месяцев назад, что если ты креативный человек, то, наверное, левая сторона твоего мозга более активна, оказывается, это не так, оказывается, что мозг делится на то, что, как он объясняет, в левой стороне мозга мы держим как бы нашу модельную информацию, как она называется, это как бы ту информацию, которую мы знаем, но ты там выучил что-нибудь, и это стало как бы части тебя, это то, что ты вот не должен все время вспоминать или учить, это не новое, да, ты уже это проходил, стадия уже прошла, у тебя уже такое вот было, и получается, что эта информация, твоя модель того, что уже с тобой случилось, хранится в левой стороне, а все, что мы делаем по-новому, первый раз нам изучаете, первый раз мы читаем эту информацию, первый раз, я не знаю, готовим что-нибудь такое, что мы никогда не готовили, или вообще мы первый раз в жизни готовим, эта информация будет как бы проходить, и мы будем использовать правую сторону нашего мозга, поэтому мы говорим, что когда люди стареют, и у них начинается слабоумие, как мы все говорим, то мы замечаем, что вот вещи, которые они делали уже 20-30-40 лет подряд, как на работу ходили, там, ну не знаю, кто-нибудь может разобрать и собрать машину, и он это уже делает 30 лет, и хотя мы замечаем, что некоторые вещи вот он не может там выучить сначала, или он начинает забывать, или он забывает, что там это, где он все это положил, и все остальное, но машину разобрать и собрать он до сих пор сможет, потому что эта информация хранится в левой стороне нашего мозга, и как бы правая сторона, разрушительный процесс начинается с правой стороны, и он даже приводит такой пример, что если взрослый человек, если у него повредится правая сторона мозга, то его язык, он не потеряет свой язык, он может до сих пор разговаривать, узнать, что слова означают, и все остальное, но он может быть там, поэтому язык у него не уйдет, но если у ребенка повредится правая, а если у взрослого человека повредится левая сторона, вот тогда он потеряет язык и способность разговаривать, а если у ребенка, который еще учит этот язык повредится правая сторона, он как бы, у него будут проблемы с изучением языка и с изучением вот речи, поэтому это было очень интересно, он также говорит о том, что вот люди, которые разговаривают на двух языках, что их, почему мы видим там много эмигрантов, которые уже 20 лет разговаривают на, скажем, монахлийском, а потом или, а когда они начинают стареть, и у них как бы начинается слабоумие, они перестают помнить английский язык и переходят обратно там на русский, испанский, какой язык они разговаривали в детстве или в начале своей жизни, и они как бы забывают этот второй язык, хотя они на нем разговаривали уже 50 лет. Оказывается, потому что твой первый язык, который ты учишь ребенка, разговариваешь на нем первую половину своей жизни, он хранится в левой стороне, а каждый новый язык, как бы твой второй язык, он до сих пор хранится в твоей правой стороне. Это не имеет никакого значения к акценту, даже если у человека и нет акцента, у него до сих пор эта информация будет говориться в правой стороне его мозга, он приводит себя как пример, что он разговаривает на английском языке уже там с 30-40-50 лет, я уже не знаю сколько он здесь, и как бы на русском он может слушать, слышать не слушая, а на английском ему до сих пор приходится как бы внимательно вникать в информацию, которую вот собеседник пытается ему передать, он до сих пор должен слушать, он не может просто вести какую-то там беседу такую, что ему кто-нибудь там начинает что-то говорить, и он делает свое дело, он должен активно слушать. Хотя он на этом языке даже это не имеет значения, как он говорит с акцентом, это просто вот так вот, потому что эта информация хранится в правой стороне, и когда мы используем нашу правую сторону, мы должны очень внимательно вникать в информацию, потому что это до сих пор как бы новая информация. Ну вот это, мне кажется, и все, что я вот могу вспомнить сейчас из того, и хотя я подумала об этом, и это, наверное, правда, потому что это, ну не то, что это правда, я знаю, что это правда, они-то делали свои эксперименты, но вот если подумать о том, как это может влиять на меня, взять, например, я могу там танцовую или какой-то еще детектив прочитать там за одну ночь очень быстро, вникнуть в информацию и все, а такие вот книги про мозг, которые я не считаю, ну я вообще-то опять же не биолог или там еще что-то, для меня это даже не одинаковые по размеру, занимают довольно больше времени, потому что эта информация как бы не в моем голове, значит, я использую правую часть своего мозга. Это было очень интересно мне узнать. Хотелось бы больше узнать о том, какие игры они заставляют этих людей делать, просто формат, не надо мне там выдавать информацию, чтобы я сама это сделала, да, ладно, ну просто вот было бы интересно узнать, какой формат эти игры держат, что они там играют и какую информацию они пытаются. Ну так немножко объяснил, но мне бы хотелось более там примерно детальный какой-то пример. Ну вот и конец болтовни. Спасибо, что послушали. Пока-пока.